Итак, дорогие друзья, долгожданный релиз iOS 14.6. Очень крутой релиз. Я вам расскажу об автономности, о производительности, какие нововведения, стоит ли обновляться, либо же остаться на предыдущей версии. Поэтому досмотри видео до конца. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Обновление очень крутое. Весит данный момент у меня на iPhone 12 4,7 гигабайта. На ваших устройствах это может быть, конечно, по-разному. Вот такие вот данные. Что было пофиксено? Было пофиксено связью с коннектором по Bluetooth, автономность, производительность и так далее, и так далее. То, что обычно они это делают, фиксят в X-коде, которым обычно это нам прописывается, при том, как мы можем посмотреть какую-либо информацию о новой прошивке, либо так, как было это в этой версии. Итак, также небольшое нововведение коснулся Shazam, который у нас встроенный. Он теперь определяется в Blitz приложении. Аккуратненько, красиво, можем перейти, посмотреть они так, как было раньше, определялось нам в браузере. Обновление Apple Music. Это Lossless Audio. Выбор нового режима. И это касается также Dolby Atmos. Будет пространственный, объемный звук. Нам наконец-то вернули ту производительность, которую рубали нам с каждой новой версии iOS. Вот нам воскресили. Сами смотрите то, что было в Geekbench. И сейчас нам показывают Antutu Benchmark. Это в два раза выросла производительность, как в Geekbench, так и Antutu. Итак, друзья, что касаемо батареи. Начиная с iOS 14.5, здесь прирост был значительно от ниже, которые были iOS. Я смотрю на iPhone 11 и XR, вижу, что на iPhone 11 5 часов 54 минуты и на iPhone XR 5 часов 10 минут. То, что касается 14.5.1, у нас iPhone 11 5 часов 25 минут, iPhone XR 5 часов, то есть уже понижение пошло. И то, что у нас сейчас есть на релиз кандидейт и уже в релизе 5 часов 17 минут на iPhone 11 и iPhone XR 4 часа 50 минут. То есть пошло падение. Поэтому мои теории, касаемые iOS 14.7, они будут направлены на автономность конкретно. То, что нам дали в iOS 14.6, это производительность. В тестах, по крайней мере, Geekbench и Antutu. А в iOS 14.7 будут фиксить у нас автономность. Больше всего радует то, что нам дали прирост производительности. Наконец-то перестали резать. Либо же это просто цифры, либо же это действительно будет большой прирост, как нам показано. Это можно только проверить в каких-то тяжелых тестах, играх. А как по мне, самое главное, это чтобы система не фрезила, не тормозила. То, как я вам продемонстрировал, в принципе, она хорошо работает. И автономность была комфортной для использования. И телефон, конечно же, не грелся. То есть не было каких-то произвольных лагов, глюков, перезагрузок и так далее. Но хочу вас заверить в том, что когда вы накатите новую версию, и вдруг у вас начнет устройство греть, вы всегда можете сделать жесткую перезагрузку. Как это сделать, вы можете по подсказке в видео, либо по ссылкам в описании. Это поможет вам сбросить все ненужные ошибки и кэш, чтобы предотвратить такую установку. Бывает, что не помогает, но в 90% случаев это помогает. Если не поможет, вы всегда можете заново переустановить через iTunes. Прошивку это точно уж уже поможет. Можете не переживать. Поэтому не всегда грешите на прошивку. Это такой процесс, который вызывает зачастую нагрев при обновлении. Неважно, это по воздуху, либо вы через iTunes, пока вы это будете делать. Такое бывает. Это как бы... От этого никто не застрахован. Вот и все, дорогие друзья. В целом я вам все объяснил, показал. Оцените это видео пальцем вверх. Подпишитесь на канал. Прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Какой у вас iPhone. Как у вас вообще работает система в целом. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok